Привет! Это игра под названием 35 миллиметров. Так, новая игра. Судя по всему, тут нет уровня сложности. Так. Так, так, так. Так. Вообще игра не длинная, но я не буду её за раз проходить. Я буду играть, у неё какое-то настроение. Сейчас бы захотелось, и... Поиграй немножечко. Может, я вообще не буду её проходить. Посмотрю. Мне не вдавалось в подробности сюжета. Ну, вроде как тут какой-то апокалипсис случился, или... В доме ничего нет. Просто смотрите сам, если хочешь. В доме ничего нет. Нужно проверить свои вещи. Еда. Фонарь, нож, камера. Давай, посмотрим. Может, ты недостаточно хорошо всё осмотрел? Как это работает вообще? Видно же, что подсвечивается. Ай, тут есть управление. Отлично. А бумажку-то не прочитаешь? Нет, это можешь положить. Блин, тут реально, что ли, ничего не будет? Да, ну ты чего? Ага. Батарейки и жратва. Говорил, ничего нету. Говнюк. Кто тебя осматриваться учил, а? Тут же вот шкаф висит. Тут их всего два. Филонил там. Идём. Идём, придурок. Что мне нужно сделать, чтобы заставить его идти? Может, поговорить с ним как-то? Если готов, можем идти. Так я готов, идём. Тут же больше ничего нет. По лестнице я забраться не могу. Да, идём. Может, мне надо просто пойти, он тоже пойдёт? Идём. Да, он пошёл. Хоть он, конечно, очень быстро. Кто вы направляетесь? Просто пытаетесь выжить. Могли бы тогда обустроиться где-нибудь. Хотя животных не видно. Чем питаться-то? А всё, я управляю. Идём, дружище. Идём. Я не могу увеличить. Никак. Там вон что-то есть. Ты не хочешь туда сходить? А если я один пробегу? Ладно. Раз ты нас ведёшь, что ведёшь, я не возражаю. Давай. Какая-то у тебя борода слишком стильная. Чем ты её бреешь? Бритом там ныкаешь, да? Или вообще машинку? Не тратишь на неё наши батарейки? Почему вы молчите? Ладно. Если захочешь со мной поиграть в догонялки... Я тебя догоняю. Давай. Догони. В смысле, где? Смотри, здесь что ли? Тут? Тут ещё нету ничего. Имечку никто не сделал. Или ты предлагаешь мне вон туда сбегать? Ну, раз он подождёт, то я туда сбегаю. Он что-то там говорит. Надеюсь, он не уйдёт без меня. Он сказал то, что он подождёт. Ты обещал. Блин, я его почти не вижу. Так и теряют друзей. Ну. Ничего полезного. Этот придурок уже ушёл. Как его хоть звали-то? Надеюсь, в доме никого нет. Выглядит неприветливо. Быстрее, надо торопиться. Были в дороге около трёх часов. На пути встречались обжитые поселения, но заглянуть туда мы не решились. В километре отсюда спустило колесо. Пришлось бросить машину и сойти с дороги. Несколько дней переждали в хате, вокруг тихо, пару пустых домов и только... Но вчера услышали в лесу выстрелы и поспешили убраться. Я сюда ради записки шёл. Ради жалкой записки. Друга потерял. Я надеюсь, он меня хоть ждёт, что это вообще такое. Это лист был. Вон он бежит. Или он стоит? Ну что, он всё-таки додумался меня подождать? Там вон ещё что-то. Блин, у меня бинокль бы. Не помешало бы. Ладно, идём. Идём. Как тебе тут постоялось? Лучше бы тоже ноги размял, побегал со мной. Он так вздыхает. Как нереалистично. Как это вообще записывали? Это пеньки? Мне показалось, что это животные какие-то сначала. Думаю, можно осмотреться. Напарник догонит. Напарник догонит. Ага, обычно я его догоняю. Блин, можно было его не ждать, да? Он же догонит. Блин, он выдохся. А как нож взять? Можно его пырнуть, нет? Он хоть в эту сторону пойдёт, это сейчас прямо. Ну да, он прямо идёт. Там всё равно, наверное, ничего интересного не было. Пустынно тут как-то. Догонишь ты, значит, да? Тут хоть одна тропа. А то свернёшь сейчас. Он здесь, тут ничего не раскиданно. Ладно. Хотите сыновьми его ждать. Почему он такой медленный? Он что, не ест совсем, что ли? Мы вон как тут гоняем. Хотя, может, мы его моложе. Лет на 30. Прыдуем тут по веткам. Сломанным. Чё ты такой недовольный, а? Тебе не раздражает то, что я свечу тебе в лицо? Хочешь понести мою сумку? У меня тени нет. Да и ног тоже. А грибы есть? Что это? Срезать же их нельзя. Хочешь получить удар в спину ножом? Ладно, живи. Вот если я буду голодать, то я тебя съем, понял? Запомни. Первое, то что, фотоаппарат? Давайте я сфоткую. Тут нельзя как-нибудь посмотреть сначала. Ладно. Уберем это. Вышли на дорогу. Там машина наверняка сломанная. Что это летит снег? Или пепел какой-то. Или просто пыль. Всё? Вы ничего даже не скажете? Так, тут есть вода. Фоточка. И всё. Идём, идём. Ты можешь не останавливаться, потому что ты тот ещё тормоз. Он сам решил сфоткать? Ты ему разрешал. Фоторепортером был? Нет. Просто увлечение. Да, поговорить вы любите. Кто-то однажды назвал фотоаппарат маленькой машинкой времени. Она позволяет окунуться в прошлое, вспомнить и прочувствовать те эмоции, что сопровождали нас в тот период жизни. Хотя порой это бывает крайне болезненно, всё же хорошо, что есть такая возможность. Ты тоже сожрал тут консервы все. Могли бы и лопату взять. Как это открыть? Ручка замотана верёвкой. Можно её разрезать. У меня, кстати, нож есть. Неплохо. Ну тут всё сожрали. Только силы... А, вот одна. Закрою. И он даже не дошёл до сюда. Какой он тормоз. Я потом делиться с ним не буду. Скажу, что я ничего не нашёл. Хотя, может, они по очереди так бегают. Ладно, я по-таку туда. Я надеюсь, он пойдёт вон туда. Надеюсь. Никто же не знает, куда он пойдёт. Не стоит уходить далеко. Я всего лишь хотел найти еду. Ну да, сюда ты хоть дошёл. Где он? Вот он прётся, блин. Ой, понятно. С тобой всё, что это за звук был. Ты чего? Ты чего? Тоже решил... ...полазать. Ну и как? Увидел чего? Ну-ка, происказать, зачем ты туда залазил. Я вот с тобой делюсь. Эй, смотри. Он падёт. Я готов её мочить. Или нет, или это собачка? Привет, пёсик. Ну ладно, я спрячу. Только не вгрызайся мне в шею. Выглядишь ты странно. Пойдёшь с нами, нет? Нам бы пригодилась собака. Хотя одно такое животное в нашей команде уже есть. А собака-то явно помни её. Чучело какое-то стоит, похожее на слендера. Я сначала подумал, что это слендер какой-то. Что-то нельзя противогаза забрать, кстати. Он бы тоже мне пригодился. И одежка какого-то с включённым. Ой, ех. Где он? Где дорога? По какой ты пойдёшь? Не предоставишь мне право выбора, ладно. Ладно, я не обижаюсь. Не обижаюсь. Я ведь сам позволил тебе выбрать и везти нас. Ты потерял напарника. Быстро, валим отсюда. Надеюсь, вы сами побежите. Ну ладно. А куда бежать? Так, медведь, вот он бежит. Он бежит! Он бегает. Можно ему нож в ногу воткнуть? Тогда медведь сожрёт его, а не меня. Пожалуйста. Ничего, он шустрый. Медведь меня сожрёт. Вот точно, медведь намного быстрее. Теперь у нас есть мясо. И минус 4 патрона. Можно было бы и не убегать. Я пока управлять не могу. Опять надо нажимать. Если я не буду нажимать, он бы не встал, отключился бы. Энвентарь открыть не могу. Ящики я с собой закрывать не буду. Кому надо, тот закроет. Туда же свет есть. Почему себе так плохо? Спички повсюду. Заперто. Что это за псих больница? Вдруг нас бросил, да? Опять спички. Но ты их мог бы брать. Мне кажется, они были бы полезнее. Ему вот уже ничто не поможет. Сразу видно, что в этой больнице с пациентами хорошо ухаживают. Тут кашляет ещё. Болезненно так. Сегодня пятый день с момента госпитализации. Палаты уже переполнены больными. Судя по суете и беспорядочным действиям врачей, они в панике и сами не знают, что делать. Носят респираторы, а кто-то даже противогазы. Выдают какие-то лекарства, да только пользы от них не ощущается. Процедуры никакие не проводят. Половина медицинских аппаратов не работает. Видимо, всё разворовали давно и обновить не смогли. Как у нас это обычно принято. С родными общаться не дают. Информации никакой не делятся. Поговаривают, что эпидемия разгорелась не только в нашем городе. Более того, не только в нашей стране. Надеюсь, всё обойдётся. Ну да. Тут ещё трупак. Ничего полезного. Ничего. Свет включить тоже не могу. Скальпель могу взять. Чтобы отбиваться. Почему нельзя было трупы сложить где-нибудь в одном месте? Хей. Как дела, народ? Как ощущения? Здесь же я не был ещё. Не вижу смысла вообще эти ящики обыскивать, потому что там ничего нет. Вот тут только записка была и фоточка. Кто-то кашляет там постоянно. Может, его друг? Непонятно. Ну вот, тут уже трупы складывали. Только не все. Не могу ничего брать. А кашель между тем всё громче и громче. Скоро мы найдём того больного. Тут даже записочки не будет. Ладно. Тут ничего. А, вот записка. Кто-то вскрылся, что ли? Не могу больше это терпеть. Ощущаю симптомы уже третий день. Блин, сегодня всё ужасно болит, словно искупали в расплавленном олове. Медикаменты не помогают. Приглушить боль позволяют лишь наркотические препараты, которых уже не осталось. Не та кнопка. Сейчас его покажут. Вон он, да? Это уже зомбак какой-то, наверное. Это воспоминание его? Закруска. Может, всё же поведаешь, с какой целью мы путь держим? Уговор я выполнил. Остальное не имеет значения. Ладно. Право твоё. Когда люди начали умирать, никто и подумать не мог, что всё так закончится. Никто не был к этому готов. Сократилось население Земли в разы. Казалось бы, воздуха больше, пространства шире. Но нет. Человек оказался настолько дик и неадаптирован, что начал грызть сам себя. Паника. Мародёрство. Конфликты. Никто не смог взять на себя эту ношу и сохранить контроль над ситуацией. Вот всё и рухнуло. В моём городе в первый же день люди начали бить витрины, выносить ценности, медикаменты, продовольствие. Угоняли машины, прокалывали колёса другим, дабы скорее добраться до госпиталя. Но никто ведь не знал, что медицина здесь уже бесит. Ладно. Нужно тут с вещами разобраться. Хорошо бы воды из колодца принести. Человечка заморить может. И мне нужно этим заняться, да? Все так и хвалят эту игру. Хотя ничего уж такого особенного в ней и нету. Хотя её вроде как делал один человек и это похвально. Я выбрал сюда залезть обратно. Не могу. Да блин. Ну ладно. Ты водички бросил? Будет тебе водичка. Блин. Я надеюсь, что так и нужно было выбираться. Я надеюсь, что так и нужно было выбираться. Так, я не знаю, есть здесь колодец где-нибудь во близости или нет. А может быть здесь проход есть? Там ведь я не осмотрелся, тут капканы есть. Еда. Батарики. Сейчас мне может они понадобятся как раз. Так, вот мы вернулись к нему. Ну ладно. Пойду поищу. Но ты не вздумаю убегать с нашими вещами. Вот ведерко есть, кстати. О, его взять, кстати, можно. Всё-таки, значит, колодцем надо пользоваться. Определённо. Найти только его нужно. Здесь набрать никак нельзя. Хотя, может, бочка какая-нибудь стоит. Или что-то вроде того. Как сюда попадают люди вообще. Понятно. Так, я нашёл туалет. Это тоже неплохо. А почему он следит за костром, а я бегаю ещё в воду? Это ведь намного опаснее. Намного. Тут ведь ещё могут быть живые. Они могут прятаться. Стоп, я тут ничего не могу сделать. Так, печка. Духовка. Ничего полезного нету. Ничегошеньки. Может быть, хоть тут. Почту ящик. Попочки. А как это работает? Я не могу ядро применить. Наверное, это не то. Ладно, я продолжу свои поиски. Радио. Зашикалка. Это что такое вообще? Аптечка. Я слишком шум на себе веду. Ладно, здесь никого не было. Мало ли вдруг здесь хозяин ещё есть. Он явно будет недоволен. Почему теперь вообще где-то в левом месте? Вон там есть вода. Что это такое? Это еда. Банка с мёдом. И когда он, кстати, есть будет? Может, тут будет очередной самовар? Вода. Тут ванна есть. С водой, да? Но набрать я там тоже не могу. Вода. Нет. Куда же надо идти? Вода. 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 Уделяется. Фоточка. Знаете, что такое? Теперь больше на какую-то церковь похожа. да это церковь и воды здесь нету фигово фигово где хоть какой-нибудь колотец там он самовар был ну не хотел подставлять свое ведерко закрыты что ли вообще батарейки возможно это потом пригодится или он их сам вставляет вроде нет вроде как нет зачем мы вдвоем пошли так бы обыскивали дома быстрее хотя он обыскивает их плохо не стоит далеко уходить смысле далеко где же все те же дома здесь стоит уходить легко но блин я там самовар нашел он не хочет подставлять вот блин колодец спрятали его давай поднимай на перенож вот и все сходим теперь что это понятно пойдем обратно к нашему другу который там наверно уже спит просто сидит не молчит не молчит у нас не особо-то разговорчивый друг эй как делишки я принес воду принес спрашиваешь прошу к столу спасибо вы воды набрали что ли ну что вздрогнем ну у вас водка есть ровной дороги нам петрович петрович погиб погоди ладно думаю на этом можно остановиться пока